Давайте рассмотрим в каком-то смысле более интересную задачу. У нас вопрос только в понимании того, что такое предел. Задача такая. Есть множество состоящих из чисел от минус n до 0 и дальше до n. Это целые числа от минус n до n. Всего таких чисел все-таки 2n плюс 1. Это я написал количество чисел в этом множестве, что оно проходит через 0. Их все-таки 2n плюс 1 штука. Дальше из этого множества мы извлекаем, что называется, по схеме выбора с возвращением, два числа случайно. Первый из которых называем си, а второй называем r. Вот есть такая всеобщая трагедия, что люди редко знают не то, как называется эта буква, а то, как правильно она называется. То есть зачастую спрашивая, как называется эта буква, человек ничто же сумелся и говорит там нечто, и это неправда. Причем нечто говорит всегда одно и то же. Но я не буду говорить вам, чтобы вас не портить, а то вы еще запомните именно аберрацию. Эта буква называется это. Вот именно это. Никак не будь подругой. Эта буква называется кси. Ну, вообще в математике часто используются буквы греческого алфавита, поэтому приезжая в Грецию, математик довольно легко читает надписи на стенах, но, конечно, не все понимает, мягко выражается, но прочитать уже можно. Хорошо, а что значит по схеме выбора с возвращением? Это значит, что мы кси извлекаем отсюда совершенно случайно, стоит такой мешок с числами, мы запускаем туда руку и вытаскиваем число кси. Дальше мы забываем временно, такая локальная амнезия наступает, временно забываем, какое число мы вытащили, мешок опять наполнится теми же самыми цифрами, числами, запускаем туда руку, совершенно независимо от того, как вы доставали первое число, достаем второе. Вот первое было кси, второе это, они могут совпасть, может быть, как угодно, мы их последовательно извлекаем. Извлекли одно, вернули, извлекли второе. Но при этом, конечно, где-то в памяти сохранили, каким было кси, и, естественно, каким стало это. Вот получилась такая случайная пара из двух чисел, кси это. Хочется понять, как устроены вероятны с такого интересного события. Кси квадрат плюс это в квадрате не превосходит n в квадрате. Но давайте, значит, что это событие содержало, означает совершенно понятно. Понятно, что надо просто в знаменатель поставить количество способов выбрать вообще любые два, в том числе совпадающих числа, из этого множества. Потому что именно из пар таких чисел состоит наше пространство элементарных исходов, в данном конкретном случае. Но сколькими способами можно выбрать пару чисел из множества, имеющего мощность 2n плюс 1, если эти числа могут совпадать, и порядок их тоже важен. Но количество способов выбрать такую пару, это, разумеется, 2n плюс 1 в квадрате. Это совершенно ясно. Гораздо более интересно, что из себя представляет числитель. Тоже содержатель, точки зрения понятного. Надо просто посчитать, сколько существует таких пар чисел из этого множества, сумма квадратов которых не превосходит вот этого числа. Но это формально, надо как-то это посчитать. Ну, давайте я так и напишу. Значит, количество, это количество, сокращенно написал, он вводит количество. Количество таких кси это, что кси квадратов плюс это квадратов не превосходит n в квадрате. Вполне триминальная, так сказать, вещь. То есть тут ничего умного вроде бы пока что нет. Но другое дело, что как устроена эта функция в зависимости от n, совершенно непонятно. Вот эта функция, количество чисел, сумма квадратов которых не превосходит n в квадрате. Как она вообще себя ведет? Да? Это непонятно. Давайте проинтерпретируем это геометрически. И геометрическая интерпретация, конечно, напрашивается. Ну, в самом деле, что такое кси квадрат плюс это квадрат равняется n в квадрате или не превосходит n в квадрате? Это же ведь круг. Уравнение круга. Вот у нас есть плоскость с координатами кси и это. И на этой плоскости есть круг. Радиус n. То есть минус n. Здесь минус n. И вот этот круг радиуса n, это и есть множество таких кси n, для которых кси квадрат плюс это квадрат не превосходит n в квадрате. Понятно? Вот. Так. Но нас интересуют только целые точки, то есть точки с целыми координатами, внутри этого круга. Причем как раз внутри этого круга, потому что целые точки в пределах от минус n дамена. Вот такая точка нас интересует, вот такая, вот такая, вот такая. Эти все четыре точки, конечно, нас интересуют, но нас интересует еще и куча других. Вот они там где-то внутри сидят. Сейчас я немножко их поднарисую, сколько влезет. А вот сколько влезет, сколько их там на самом деле, вот это как раз и не очень понятно. Ну и так далее. То есть вниз они тоже пойдут, конечно. Вот сколько всего целых точек в круге. Ясно, что какой-то вот определенной формулой конечной, непонятно, по крайней мере, записывать. Неясно записать. Какая-то, может быть, явная формула для числа таких вот точек в круге. Ну и действительно, такой явной формулы нет. Но мы можем найти предел, к которому вот эта вероятность стремится, при скором n большой стремится к бесконечности. То есть эта формула в некотором роде при больших n становится все более и более похожей на некое конкретное число. Сейчас мы увидим, на каком. Так. Давайте вот это вот количество, которое нас интересует, мощность нашего события, количество благоприятствующих исходов, давайте его обозначим, что-то просто равно, и здесь присвоение. Давайте его обозначим как-нибудь а с индексом n. Просто количество целых точек внутри этого круга. И сейчас я попробую оценить это количество снизу и сверху. То есть я попробую сказать, чего а с индексом n не превосходит, и чего оно больше либо равно. И если я сумею это сделать достаточно аккуратно, я не найду формулу, но я сумею найти предел. Вот такой вот интересный ход. Как это можно сделать? Давайте возьмем каждую целую точку, которая попала внутрь нашего круга, и свяжем с нею квадратик по какому-нибудь совершенно определенному правилу. Квадратик размера один на один. Ну, что значит по определенному правилу? Понятно, что с каждой точкой связано как минимум 4 квадратика. Можно туда посмотреть, можно туда, можно вниз, можно вниз. Давайте для определенности считать, что вот с этой точкой связан вот такой квадратик, значит, что мы смотрим куда-то на северо-восток. Каждую точку. Для каждой точки есть такой северо-восточный квадратик, который от нее исходит. Это вполне однозначное, взаимно однозначное соответствие между точками и квадратиками. Вот с каждой точки связали свой квадратик. Получилась такая сеточка замечательная. Такая вот замечательная сеточка, которую я тоже нарисовывать не буду, потому что иначе долго. Но давайте подумаем, эта сеточка накрывает весь этот круг целиком или нет? Нет, не накрывает. Мне тоже кажется, что она целиком его не накрывает. Но она накрывает некий чуть меньший круг. На самом деле, она уж точно накрывает круг, у которого радиус не n, но, скажем, n-2. Вот круг радиуса n-2, то есть он так вот через эти точки проходит, такой уменьшенный кружок, вот такой. Ну, извините, получился не круг, рука сбилась. Это круг, это круг, получился такой круг, и он точно накрыт этой системой из квадратиков, правда? А что значит, что он накрыт этой системой из квадратиков? Это значит, что его площадь меньше или равна суммарной площади этих квадратиков. Да. Так, его площадь, это π умножить на n-2 в квадрате. Это площадь уменьшенного кружочка. И она не превосходит суммарной площади квадратиков со стороны 1 на 1. У каждого квадратика, конечно, площадь единицы. Суммарная площадь, это количество квадратиков умножить на единицу. Но количество квадратиков, это количество целых точек круга, то есть а с индексом n. Сколько было точек, столько и квадратиков. Мы с каждой точки связали однозначный квадратик. Поэтому а с индексом n надо умножить на единицу. Мы получили вот такую, заметьте, оценку снизу для величины а с индексом n. Давайте ее выпишем. А с индексом n больше не поравняется, и я так перепишу. pn квадрат минус 4pn плюс 4p. Ух, сейчас она лопается на меня. Но этого я не хочу. Кстати, анекдот. Сижу я на своей кафедре, которую я руковожу. Я руковожу кафедрой дискретной математики на физтехе. Ну, я не знаю, все присутствующие знают, что такое физтех или нет. Есть такой замечательный институт в Москве, он МФТ еще называется. Московский физико-технический институт. И вот я там, на факультете инноваций высоких технологий, руковожу кафедрой дискретной математики. Сижу на этой кафедре, работаю себе спокойно, а там сзади висит доска. Ну, побольше, чем это. Висит. Но я без анекдотов не могу лицать. Но это анекдоты жизни, понимаете. Вот сижу, работаю. Вдруг, подумал, дайте-ка я выйду ненадолго. Вот так, с кафедрой, вот так, на пару минут. Сейчас я выхожу с кафедрой, на пару минут, возвращаюсь. Лежит доска прямо вот сзади моего этого стула. То есть она у меня точка прихлопнулась, и я не вышел. Удивительное дело просто. Вот, ну, она, знаете, она висела, висела. И пока меня не было, как-то рухнуло. Как, я не знаю. Я не видел этого момента. Но когда я вернулся, она уже лежала рядом с моим стулом. Стул был раздвинут. Ну, это не смертельный номер. То есть, наверное, я бы выжил, но было бы очень неприятно. Ну, она так, не очень большая, все-таки, больше, чем это. Ну, нет, было бы очень нехорошо. Вот, ладно, анекдот окончен. Есть такая вот нижняя... А как верхнюю оценку получить? Наверное, можно теперь сообразить, да? Смотрите, мы вот этой системой квадратиков накрыли уменьшенный кружок. Но ведь наоборот, можно увеличить круг, и увеличенным кругом накрыть наоборот систему квадратиков. Ну, хотя бы, если на 2 там увеличить, вот так, то понятно, что увеличивая на 2, вы заведомо проглотите даже вот такой квадрат, у которого точка... Вот эта вот его основная точка, по которой он построен, вышла на границу круга. Все равно большой круг обязательно это дело накроет, потому что здесь радиус корень из 2, двойки хватит. Таким образом, у нас наоборот получается, что площадь большого круга, которая πn плюс 2 в квадрате, больше, ибо равна суммарной площади вот этих вот квадратиков, то есть а с индексом n. Откуда получаем, что а с индексом n не превосходит, и переписываем в таком же самом стиле, πn квадрат плюс 4πn плюс 4π, естественно. То есть разница только в том, что здесь почитается 4π, а здесь прибавляется 4π. И это верхняя оценка, действительно, с плюсом, а нижняя оценка с минусом. Плюс-минус 4π получается. Вот так. Тогда вероятность, которая нас интересует, я уже не буду переписывать события, просто буквой «п» позначу, что вероятность, которая нас интересует, она точно не меньше, чем πn квадрат минус 4πn плюс 4π поделить на 2n плюс 1 в квадрате. И остается, ну давайте пока нижнюю оценку посмотрим, остается в рамках этой нижней оценки сообразить, куда при n стремящемся в бесконечность стремится вот эта дробь. Ну, видно, что вот это все, такой остаточный член, как говорят, ведет себя примерно как n умножить на какую-то константу. n умножить на 4π, на минус 4π. А вот эта штука растет как n в квадрате умножить на какую-то константу. Вот здесь стоит 4n в квадрате плюс еще что-то. Ну, ясно, что когда мы делим функцию, зависящую от n, так сказать, линейную, такую функцию, на функцию, которая зависит от n квадратично, то в пределе вот это отношение получается равно нулю. Вот это ясно? Да. Да. То есть вот эта вся часть, она отправляется в ноль. А куда отправляется вот эта часть? π на квадрат поделить на 2n плюс 1 в квадрате. Ну, понятно. 2n плюс 1 в квадрате с точки зрения роста это примерно 4n в квадрате. Ну, там есть эта подправка на 4n, но это мелочь. По сути, это 4n в квадрате. И когда вы π на квадрат делите на 4n в квадрате, вы получаете π на 4 просто. То есть вот это все стремится к π на 4 при n, стремяющемся, ой, при n большой, стремяющемся к бесконечности. Ну, и абсолютно так же устроена верхняя оценка. πn в квадрате плюс 4πn плюс 4π поделить на 2n плюс 1 в квадрате. Вот эта часть отправляется в ноль, а вот эта дробь по-прежнему стремится к π на 4, при n стремящемся к бесконечности. Ну, и видно, что в нижней оценке мы получаем число, которое все ближе и ближе к π на 4. И в верхней оценке мы получаем число, которое все ближе и ближе к π на 4. Ну, значит, само число все ближе и ближе к π на 4. И дай им деваться. Это все надо, чтобы аккуратно доказывать пределы. Если вы их еще не изучаете, вы их изучите. Называется там какая-нибудь лемма двух милиционеров. Что-то такое. Когда два милиционера с двух столов зажимают тебя, тебе деваться уже некуда. И ты стремишься туда же, куда они. Вот этот милиционер стремится сюда, этот милиционер сюда. Ну, значит, и ты вместе с ним. А ты это в данном случае вероятность. Вот. Посчитали. Такая вот интересная картинка получается. Ну, и давайте я чуть-чуть просто поразвлекаю. Не научу, а поразвлекаю. Есть такая теоретика числовая наука, на самом деле, к вероятности не имеющей никакого отношения. Наука о том, как можно точнее все-таки оценить вот это число ас индексом n. Ну, я его как-то оценил. Видите, плюс-минус 4 пенка, да? А может, можно как-то лучше. Числовики думают, а нельзя ли как-нибудь уменьшить остаточный член? Я сейчас вам напишу развлекательную историю последовательных уменьшений. Мне кажется, это здесь достаточно забавно.